Всем привет! В этом видео я покажу, что можно делать из разных распечаток. Поехали! Огромное спасибо тем ребятам, которые вы сейчас видите на экране. Для первой диайвайки нам нужно будет дойти вот такую картинку или любую же другую. Главное, чтобы она идеально подходила под ширину ластика. Она может быть либо чуть больше, либо чуть меньше. После того, как мы измерили, берем листок бумаги и отмеряем на нем полосочки. Точнее, вот такие маленькие черточки, которые нам нужно будет потом отрезать и получить полоску. Когда мы сделали вот такую полоску, начинаем потихонечку от середины обматывать наш ластик. Ничего не отрезайте, а лишнюю часть нужно будет подклеить. Когда мы все подклеили, приклеиваем распечатку и вот такой классный чехол для ластика готов. Отлично, мне он очень нравится. Сейчас я сделаю антистресс из вот такого единорога. Для этого беру кусочек губки, карандаш, ножницы и клей. Берем кусочек губки и прикладываем в единорог. Проверяем размеры. Если размеры сошлись, то начинаем вводить единорога по контуру. После этого отрезаем и приклеиваем. Я приклеила термоклеем, чтобы держалось получше. Вот такой классный антистресс у нас получился. У меня есть два вот таких вот знака припинания, которыми я сейчас украшу ручку. Належу один из них горячий клей. И приклеиваю на одну из граней ручки. Важно, ручка должна быть из нескольких граней. На круглой ручке такое не получится. Приклеиваем по всем граням. И чтобы не оставить третью грань без внимания, я наклеила вот такое миленькое сердечко. Вот такая классная ручка у нас получилась. Сейчас я покажу, как делать крутые закладки. Для этого нам понадобятся цветные скрепки. Они стоят в канцелярском магазине буквально копейки. Я возьму вот такую совушку, но вы же, как всегда, можете взять любую другую картинку, которая вам понравится. Наносим на заднюю часть совушки горячий клей. И приклеиваем скрепку подходящего размера. Я сделала три вот такие классные закладки для школьной канцелярии. Я нашла вот такую надпись Magic, что означает волшебный. Наношу на нее тоже горячий клей. И приклеиваю к нижней части транспортира. Чтобы транспортир тоже остался не без внимания. Вот такой транспортир у нас получился. У меня есть двое вот таких вот облачков, из которых я сейчас сделаю чехол для ножниц. Беру ножницы и квадратный листок бумаги. Отмеряю размер чехла и провожу линию. С одной стороны и с другой стороны. После этого отрезаем по линии. И начинаем вот так вот складывать. Если у нас осталось что-то лишнее, подгинаем и отрезаем. Когда мы отрезали, склеиваем чехол и проверяем, чтобы ножницы идеально входили в него. Украшаем. И вот такой классный чехол для ножниц у нас получился. Теперь использовать ножницы будет в полной безопасности. У меня остались две вот такие вот распечатки. Это вот такой вот кофе и арбузик. Напишите в комментариях, что с ними можно сделать. Ну а на этом все. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк и делись этим видео с друзьями. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok